Привет всем, кто зашёл на мой канал. Что ещё можно заготовить на зиму? Например, какую-то приправу. Красный перец, острый, в горшочке дома у меня рос. Посушил я его в таком виде, так и лежит. Я его решил и привести в порядок. Сделать из него приправу. Я отрываю вот эти части, оставляю только сам перчик и перекладываю в кофемолку. Осталось его только перемолоть. И получится у меня приправа острого красного перца. Жгучего перца. Смотрим, что получилось. Вот такой порошочек. Есть у меня ещё перчик, который я привезла с дачи. Длинненький такой, тоже уже сухой. И ещё одна связка у меня висит. У этого перца более насыщенный цвет, такой яркий. Я не стал его сильно перемалывать, уж совсем до муки. Но я вот сейчас его смешаю с этим перчиком. Такая гора приправы. Вот настоящий красный жгучий перец у меня будет. Осталось только подписать баночку. Сушёные помидоры. Сушил я их в своё время в своей электросушилке для овощей и фруктов. Что-то использовала, а что-то осталось. Так они и лежат. Я про них забываю. И я решила их тоже перемолоть в кофемолке. Слишком сильно я их измельчать не хочу. Перекладываю тоже в стеклянную баночку. И куда я их буду потом применять? Там, где надо, чтобы были томаты или томатная паста. Это же концентрированный порошок получается. Бросил немножечко. И уже у вас вкус и запах томатов. Вот и ещё одна приправка готова. Обнаружила у себя в запасах сушёную морковь. Но я её тоже хочу в кофемолке перемолоть. И использовать в качестве приправы. Вот и морковочка готова. Такую морковочку очень удобно использовать, когда вы готовите, например, соус, подливу. Главное, чтобы был цвет, аромат. Казалось бы, немножко. Но здесь много моркови, если бы она была сырая. И напоследок показываю вам ещё одну сушёную приправу, которую я сделала сама. Сушёная зелень. Укроп, петрушка и морковная ботва. Также я сюда добавляла семена укропа. Но немножко. Везде добавляю. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, палец вверх. А также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые ролики. Пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...